Хоровое пение в нашей стране активно возрождается. 85 регионов России завершили создание филиалов Всероссийского хорового общества. В мае следующего года в столице пройдет первый Всероссийский хоровой фестиваль. В рамках регионального отборочного этапа накануне на сцену вышли 14 творческих коллективов из Макарова, Тельвицки, Оксина, Искателей и Наринмара. Ненецкий округ – седьмой субъект, который посетил руководитель проекта Александр Барский, чтобы выбрать один коллектив, который защитит честь округа на финальном этапе в Москве. Почти 30 лет не было большого фестиваля, который бы объединял все эти коллективы. На сегодняшний день 700 тысяч участников, 22 тысячи коллективов. И, конечно, это лишь небольшая часть нашего большого хорового сообщества, которые смогли принять участие в фестивале хоровой музыки. И я хочу сказать, что «Автономный округ» очень хорошо подготовился в очень интересных моментах этого фестиваля. Всего к участию в региональном этапе фестиваля заявлено 14 хоров и ансамблей. Процесс подготовки к такому масштабному событию требует большой ответственности и упорства. Исполняемое произведение должно соответствовать музыке, задумке автора и композитора, костюму и отразить характер, манеру, взгляд и даже улыбку народа. Хор – самый богатый инструмент на свете. Он состоит из многих голосов. И у каждого коллектива есть свой тембр, свой организм, своя душа, свое сердце. И когда люди, конечно, мы оцениваем, допустим, по критериям интонации, ансамблевое пение, но больше мы все-таки смотрим на то, как в общем коллектив вообще чувствует то, что они делают. Если хор показывает колорит своего края, это самое главное. И в этом-то и заключается большая задача этого фестиваля. Каждый хор представил по два разнохарактерных произведения. Победителем этого этапа признан народный самодеятельный вокальный ансамбль «Сударушка», руководителем которого является Татьяна Сидейская. Теперь коллектив отправится в Санкт-Петербург, где выступят на одной сцене с лучшими хорами Северо-Западного федерального округа. После чего станет ясно, будет ли звучать голос окружных исполнительниц на столичной сцене.